Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! С приветом к вам из Кремниевой долины простой американский блогер Михаил Портнов и поговорим мы сегодня о блогерах, о YouTube, о некоторой статистике и совершенно неожиданно наткнулся я на эту статистику на Бломберге а я большой, так сказать, любитель там не все можно читать, но по следующему многое интересно статья называлась, я бы сказал, претенциозно называлась она так если ты в 3% лучших там, где-то, ютюбер с самым большим трафиком если попал в 3%, то ты, это не гарантирует тебя от того, чтобы зарабатывать меньше чем уровень бедности в Соединенных Штатах вот такая странная, то есть ты в 3% самых лучших, да а при этом ты, значит, ниже черты бедности вот такого типа заголовок и я бы сказал, ну, конечно, мы понимаем, как заголовки пишутся но по содержанию по содержанию рассматриваются некоторые исследования которые были сделаны в Германии какой-то фирмой, которая специализируется на таких делах и они смотрят на статистику ютюбовскую с 2006 по 2016 вот почему не 2017, ну, видимо, не знаю, чего а с 2006, то есть фактически с основания ютюба и вот статистика значит, что они говорят 3% лучших с точки зрения трафика значит, надо сказать, что пробиться в 3% очень-очень сложно сейчас получается потому что если в 2006 году 3% собирали 2 трети всего трафика на ютубе 2 трети, а все-таки остальным 97% оставалась треть всего ютуба сейчас история такая сейчас 3% собирают 90% всего трафика а 97% ютюберов собирают только 10 ну, с другой стороны, мы можем себе представить насколько выросло количество блогеров вы представьте себе вот сколько каналов там выросло, наверное, я не знаю, может быть, в тысячу раз ну, если каждый день там создаются в колоссальных количествах эти каналы боже мой, многими там тысячами, десятками тысяч ежедневно короче, вот такая проблема, значит, с трафиком так вот, что имеют вот эти 3% уж такие крутые, что собирают 90% всего трафика ютуба вы представьте себе что зарабатывают люди, имеющие 90% всего трафика там, когда они это исследование делают они исходят из оценки что с тысячи просмотров на 16-й год с тысячи просмотров люди зарабатывают доллар и там пара слов всего сказано про эту оценку но, как бы, люди, которые, типа, разбираются такие, как бы, специалисты по должности говорят, что, в общем, оценка достаточно неплохая фирма немецкая трафик, видимо, имеется в виду по всему миру вот я, например, как такой блогер, у которого трафик со всего мира но, ну, относительно со всего преимущественно, да это Россия половину всего трафика Украина еще 25% Америка там где-нибудь с Канадой там еще 10% ну, и вот, сами понимаете, что там остается значит, вот там по разным другим странам но, с другой стороны, там, Беларусь там, по-моему, процентов 7-8 и Казахстан и Израиль немножко там еще что-то в общем, со всего русскоязычного мира, можно сказать так вот я могу вам сказать, что в сегодняшнее время, когда у нас курс доллара по отношению к рублю или рубля к доллару, как хотите назовите когда курс вдвое ниже, чем был до крымских событий вот сейчас у меня что-нибудь на смешанном трафике где не так много из богатых стран где хорошо платят за рекламу это примерно 35, значит, центов на тысячу просмотров у меня ровно так стабильно идет миллион просмотров в месяц и для того, чтобы попасть в 3 процента чтобы попасть в 3 процента надо иметь не миллион а надо иметь что-нибудь там миллиона два там от 2,2 миллиона судя по тому, что там было написано в этой статье то есть люди когда у тебя есть 2,2 миллиона в месяц то ты уже попадаешь в эти 3 процента что я хочу сказать у меня есть несколько каналов они ни один из них не такие посещаемые, как допустим наш Silicon Valley Voice но у меня есть каналы чисто чисто англоязычные то есть там ничего русского нет и даже трафика такого явно не просматривается ну, может быть, там по чуть-чуть хотя, конечно, трафик может быть и из Саудовской Аравии и там, не знаю откуда из Великобритании вот на таком канале он называется Job Interview Tips вот так Job Interview Tips там немного у меня видео, но тем не менее есть некий трафик и я могу сравнить значит, там что-нибудь вот бывает ну, 2 доллара даже бывает, что 2 доллара на тысячу но там история такая что, помимо трафика как такового существенно кто к тебе ходит потому что от того кто к тебе ходит ты получаешь разную рекламу и есть реклама допустим, копеечная когда товар копеечный а есть реклама дорогая когда кто-то что-то такое предлагает вот бывает, например там за клик доллар дают вот у меня там я иногда так посмотрю что это за клик могут дать доллар могут пятерку дать за клик такое тоже бывает и это вообще поразительно поэтому я не чисто просмотрю но вот как бы уже с кликами так вот у меня это редко но на нашем канале на англоязычном может быть там было бы много денег если бы там трафик был там трафика особо нет но просто я как раз чего рассказываю вот так если у него доллар в среднем с тысячи просмотров но вот у меня от 35 центов да, до скажем там 2-3 было время 3 доллара так я тоже помню как-то посмотрю значит теперь что еще зависит от темы все-таки зависит тоже я думаю что мало денег там где реклама там где про войну что-нибудь или там политические баталии наверное там совсем мало а то вообще рекламу сейчас начали снимать и они говорят вот если у тебя миллион значит просмотров в месяц если ты имеешь по доллару с тысячи то соответственно представляете, да то соответственно у тебя должна была бы быть тысяча в месяц в среднем тысяча в месяц ну у меня нет тысячи в месяц у меня там скажем 350 но если бы была тысяча в месяц то это было бы что-нибудь там 12 тысяч в год и они там в названии статьи говорят что ты зарабатываешь меньше чем уровень бедности там то и сюда но это правда но это уровень бедности в США есть масса стран где зарабатывая тысячу долларов в месяц ты себя чувствуешь но если не как Ротшильд буквально то очень-очень даже неплохо и может быть даже тебе нет смысла зарабатывать там 150 или 200 долларов работая фултайм там на какой-то работе а ты можешь например вот так самовыражаться там творчески и зарабатывать вот такие деньги совсем неплохо то есть если бы сравнить это с уровнем бедности например в Никарагуа или в Танзании да то получилось бы ты что ты живешь как может там то что самый бедненький среди 3 процентов блогеров зарабатывает может быть как там 2 процента где-то в Никарагуа или может быть в той же Танзании то есть с чем сравнят они правда там говорят что как-то они уже там насчитали эту сумму и говорят что это должно быть 16 тысяч в год ты что 16 тысяч ну хорошо вот они как-то говорят что 16 хотя казалось бы логически если у него 2 миллиона в месяц то он должен получать 2200 в месяц соответственно уже там 25-26 тысяч в год но почему-то получается 16 в общем честно не знаю я расчетов не вижу но вот вижу то что в статье в Bloomberg 16 тысяч в месяц получает этот человек ну вот значит 16 тысяч в год я извиняюсь 16 тысяч в год я также подозреваю что люди которые на ютубе вот так сам выражаются и там миллион миллион просмотров в месяц я не я не вижу что это много вот у меня миллион просмотров в месяц я считаю что нас мало смотрят допустим вот Наташа Квик у которой подписчиков раза ну считай в 4 раза меньше и у нее трафик больше моего у него где-то миллион 200 тысяч просмотров то есть у нее трафик на 20% меньше а подписчиков больше она а подписчиков в 4 раза там почти в 4 раза меньше то есть это вопрос еще как бы активности что ли твоих подписчиков с точки зрения зарабатывания вот этого трафика получается что не имеет значения сколько у тебя подписчиков если у тебя у тебя может быть там скажем 20 тысяч подписчиков активных и допустим 200 тысяч подписчиков вот не безумно активных и такое же количество просмотров такое же такое же количество денег люди зарабатывают ну вот примерно так то есть подписка без просмотров как бы коммерческой ценности не имеет она может иметь какую-то еще ценность безусловно для меня для меня она имеет большую ценность я чисто субъективно я считаю что это как бы та территория в информационном пространстве которую мы но не контролируем слава богу на вас и почему на нее влияет то есть мы имеем влияние на эту территорию я считаю что это это здорово только начек подписался на что-то это значит он как-то он с тобой может они так часто ходит смотреть но с тобой это все равно здорово я просто потекать я когда натыкаюсь на такую статистику мне очень интересно что я сравниваю с нами с людьми которых там я знаю и так далее и есть некоторая опасность но не то что опасность не всегда знаете желаемая такая активность потому что когда какой-то экстрим такой идет общение то я тогда спрашиваю себя а что что происходит это очень эмоциональное что-то это что-то очень политическое или это что-то очень женское например да вот как у наташи женщина они эмоциональные они такие добрые открытые с большими глазами и так далее вот они ходят и обсуждают и сопереживают вот значит у нас аудитория больше мужская поэтому по-другому наверное как-то все это происходит знаете что я хочу сказать камера у меня вот мы ехали ехала отключилась и я вспомнил что во время трансляции последний вот позавчера вчера я пытался на нее снимать урок который я вел и она через 15 минут перегрелась и отключилась